Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас, как всегда, по расписанию мукбанг. У нас вот такая вот пицца вкуснейшая, просто она немножко на толстом тесте, поэтому не знаю, смогу ли я все это съесть. И очень много начинки, но размер я взяла небольшой. Противень маленький был, но тесто столько же, сколько я обычно беру на большой противень. Также у нас здесь, конечно же, новогодняя оливьешечка, любимая. Я добавила 50 на 50 сметану и майонез. Не люблю, когда много майонеза. В последнее время мама оливьешечку готовит именно с грудкой. А мне детство напоминает именно, когда здесь докторская колбаса. Вообще колбасы, сосиски. Это моя слабость там. Я не могу. Как можно жить спокойно? Знаю, что у тебя в холодильнике колбаска. Мой дедушка обожал колбасы. А бабушка, например, такой человек, если она не знает, чье это мясо, откуда. Если там консерванты, она такой не ест. Такое сочетание я увидела у блогера Милана М. Мне зашло. Думаю, надо тоже снять. Колбаску сюда пожарила. Все приготовила сама. Собственно, ручно. Заняло это у меня, наверное, час. На всем. На все при всем. Я думала, что я утром буду этот мук-панк снимать. А потом нам отключили свет. Мы сидели без света. А у нас эта духовка работает электричеством. Кстати, рецепт на пиццу я вам оставлю. После этого рецепта я вас просто уверяю, вы не будете заказывать себе пиццу, а будете готовить сами. Вы даже, например, можете сделать тесто чуть больше, чем вам надо. Оставить в холодильнике, например, на следующий день опять. Нарезать немножко колбаски туда-сюда. И опля. Еще одна пицца. Не люблю стоять у плиты. Но это совершенно не мое. Я вот люблю приготовить что-то такое, что готовится максимально быстро. Мое самое любимое блюдо. Макароны с жареными сосисками. Для меня это вкусно, быстро. И мне не надоедает. И в этом плане мы с парнем настолько разные. Он любит именно изысканные какие-то блюда. И сам не прочь что-то приготовить. Макароны фотографируют то, что он приготовил. Я думаю, мама дорогая. Он всегда говорит, я не могу просто нарезать себе колбаску, сесть и поесть. У меня должен быть прям аппетит. Когда я смотрю на блюдо, которое я приготовил, там, не знаю, атмосфера. Какая-то аппетитная. А я такая думаю, правильно говоришь. Я тоже такая. А в душе думаю, господи, боже мой. Какая атмосфера. Заказал Макдональдс. Прям с пакетом вместе съел. У меня не хватает терпения. Это все раскладывают. То есть, по тарелкам. Он в таких вещах очень аккуратный. Чисто плотный. И еще он эстет. Он любит, когда все это красиво смотрится. Как мы с ним жить будем, я не знаю. Я пока что делаю вид, что я думаю так же, как и он. На самом деле, это в корне не так. У меня прям прическа. Лев сбежал из дома. А все почему? Я запрела косички. У меня волосы супер послушные. И все после косичек они у меня такие. Один раз мне парень такой говорит. Ты как-то на мукбанках. Слишком быстро ешь. Ешь как-то много. Я такая, так это для видео. Я в жизни столько не ем. Он такой, так за кадром же ты ешь. Я говорю, так я сажусь, чуть-чуть ем. Потом отдыхаю, еще ем. Он такой, интересно. А как тогда, говорит, в день три видео выходит? Ну, главное. Ну, иногда бывает ем. Но я ем исключительно на мукбанках. Надо же себя показать утонченные. Очень такой, знаете, фифочкой. Давайте отвечу на один из вопросов под Новый год. Сегодня все-таки 21 число. Уже все. Вот-а-вот. Айка, расскажи, пожалуйста, о своих планах на 2021 год. Какие грандиозные планы по захвату мира ты хочешь осуществить? Естественно, никаких. Есть, конечно, у меня кое-какие планы. Вы знаете, вы уже все догадались. Когда я на день рождения задувала свечи, действительно, я загадала, чтобы, дай бог, на следующий день рождения у меня уже была своя квартира. Я прям очень хочу. Я прям горю желанием. Причем я сейчас, например, не трачу за съем жилья, правильно? Я могу накопить и купить. Не обязательно это прям наличная оплата и все дела. То есть, возможно, это будет ипотека или даже, как это называется, рассрочка. Вот. То есть, иногда у нас здесь в Азербайджане есть, например, жилищные комплексы, которые без участия банка дают тебе рассрочку. Максимум, там, по-моему, три года, но все равно там где-то половину суммы у тебя должно быть, а половину тебе делят на месяцы. Ну, там максимум, получается, максимум пять лет. Пять лет это, конечно, не так много, но если полсуммы заплатить то тоже неплохо, но с банками все это дело на 15-20 лет это конкретно не мое, вообще не мое. Либо я куплю налично квартиру, но тогда в следующем году у меня это не получится, либо я просто возьму в рассрочку. Максимум, там, на три года. Чем влезать в эти долги, лучше я без квартиры останусь, если честно. я просто посчитала, это сколько переплачивают люди, это прям ужас. там специальный был ипотечный калькулятор. Ну, конечно, если человек, например, снимает жилье, там, семья, все дела, чем отдавать денежку кому-то, лучше отдавать за свою квартиру денежку, это естественно, это я поддерживаю обеими руками. Но в моем случае мой любимый не придет и ко мне жить не будет. У него просто антипатия даже к таким людям. Он считает, что жену нужно приглашать на свою территорию. Поэтому я покупаю квартиру не для нас. просто, знаете, ситуации разные бывают. Не дай бог, конечно. Но иногда бывает, женщина остается прям без ничего. А свой уголочек это уже что-то. Мне же не 30 лет, чтобы спешить быстро-быстро замуж. В ближайший год точно я замуж не хочу. я планирую замуж через 3 года. Дай бог. Если все получится по плану. я уже, если честно, кое-где варианты даже смотрела. Просто немного в стране ситуация нестабильная. То война, то коронавирус, то еще какие-то проблемы. просто брать на себя такую ношу немного человек боится. Но если ты покупаешь от застройщика, ты уже покупаешь без ремонта, без ничего. Это голые стены, это опять же ремонт, опять вклад. Я даже, знаете, не буду бежать прям там делать ремонт. Для меня самое главное то, что у меня есть своя жилплощадь. И все. Ремонт сделаю, когда смогу. Сделаю потихонечку. Не беда. Самое главное понимание того, что у тебя уже есть свой уголочек. Все остальное второстепенно. я мечтаю, что когда-нибудь я сяду вот так вот перед вами и сниму для вас видео, что я купила хату. Я вам показываю там, не знаю, проект. Показываю, чё, как, где. Старые эти здания, они вообще не рассматриваются у меня. Я хочу только новостройку. Желательно хороший жилищный комплекс. Какой-то более-менее цивильный. Пусть даже коммунальные услуги будут дороже. Ну, зато нормальный такой, чтобы был. Ну, как говорится, мы предполагаем, Бог располагает, непонятно, как оно там получится, получится ли вообще. Ну, это просто мысли вслух, мечты вслух. у меня с детства всегда была эта мечта, что вот, купить себе квартиру. Ну, раньше мечта казалась нереальной. Просто сейчас я смотрю на людей, все покупают, все оформляют эти ипотеки, живут как-то с этим. Просто я не хочу долгосрочную. Я изначально хочу очень краткосрочную. во-первых, чтобы не платить бешеные проценты, во-вторых, я не хочу эту ношу на долгий период. То есть, я хочу закончить и все забыть про это. Чем покупать, например, трехкомнатную квартиру? Я буду платить за нее 15 лет. Лучше я возьму однокомнатную и заплачу за нее, не знаю, в течение трех-пяти лет. Вот такие вот планы у меня. Что у меня получится или нет, чтобы узнать, обязательно подписывайтесь на меня. Я вас всех очень сильно люблю. Я поела. Здесь немного пиццы осталось, но я уже наелась. Было нереальное сочетание, было очень вкусно. Обязательно тоже также кушайте. Рецепт в инфобоксе. Всех люблю. Пока!